Можно ли есть арбуз во время беременности на ранних и поздних сроках? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы Актуальные зимой Популярные статьи Поиск по сайту Найти Употребление арбуза при беременности Каждая будущая мама хочет принести своему малышу только пользу. По этой причине она начинает трепетно относиться к употреблению всех продуктов, в особенности к арбузу. Можно ли есть ягоду во время беременности? Спорный вопрос, в котором необходимо разобраться. Аргументы за и против арбуз должен быть натуральным. При выращивании его удобряют химическими веществами, которые впоследствии отрицательно скажутся на общем состоянии. Поэтому нитратные арбузы будущим мамам категорически запрещены. Чтобы предотвратить любые проблемы, необходимо выбирать ягоду правильно, покупают арбузы в конце лета. Качественный товар имеет внутренний однородный оттенок. Прожилки обязательно должны быть белыми и тонкими. Также важно помнить, что вред приносят не только нитраты, но и микробы. Они развиваются при сильной жаре. Перед употреблением ягоду нужно помыть с мылом. Покупать лучше только целый продукт. Разрезанная ягода хранится в холодильнике не более суток. Польза и вред плодов для беременных арбуз очень полезен для любого организма. Основная его часть состоит из воды, но красная мякоть насыщена полезными веществами. В составе фрукта есть следующие компоненты. Витамины А1,9%, 7,8%, в 1 – 2,7%, в 2 – 3,3%, РР – 1,5%. Магний – 3%, калий – 4,4%, натрий – 1,2%, железо – 5,6%, кальций – 1,4%, медь – 4,2%, цинк – 0,8%. Органические кислоты. Клетчатка 0,4 грамма на 100 грамм. Арбуз очень полезен для беременной женщины. Даже врачи советуют его употреблять, но только если нет противопоказаний. Положительное влияние ягоды заключается в следующем – очищает организм от шлаков, солей и токсинов. Выводит лишнюю жидкость, предотвращает появление отеков. Положительно влияет на нервную систему. Обеспечивает организм женщины и ее будущего ребенка полезными веществами. Помогает справиться с железодефицитной анемией. Положительно влияет на метаболизм и работу пищеварительной системы. Вред ягоды заключается в следующем – если съедать слишком много арбуза, он может вызвать диарею. Повышает тонус матки. Чрезмерное употребление приводит к отекам. Можно ли есть арбуз при беременности? Перед употреблением ягоды во время беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Если противопоказаний отсутствуют, есть можно, но в определенных количествах. На ранних сроках первые сроки самые важные, так как плод только начинает развиваться. Формируются все основные органы. Арбуз принесет пользу, если будет экологически чистым. Употребляют продукт с осторожностью, достаточно 2-4 долек в день 3 раза в неделю. На поздних сроках плод уже сформирован, поэтому есть арбуз можно. Главное – не превышать норму, так как в эти сроки нагрузка на женский организм возрастает в несколько раз. Особенно это касается будущих матерей, которые находятся на 30 неделе и больше. Допустимость по триместрам. В одном триместре продукт можно и нужно есть, так как его богатый состав насыщает организм полезными компонентами и витаминами. В одном и двух триместре можно употреблять не более 500 грамм мякоти утром и днем. Особенно полезен продукт в трех триместре. Он справляется с отеками, снижает риск развития осложнений. Желательно употреблять не более 4 долек в день. Нормы употребления в день. Рекомендуется съедать не более 300 грамм в день 3 небольшие долек. Если женщина переела, на пару дней от продукта лучше отказаться. В каких случаях арбуз беременным противопоказан? Арбуз для будущей матери не вреден. Но есть ряд случаев, когда принимать его в пищу нежелательно. Почему беременным нельзя арбуз? Наличие аллергии, индивидуальной непереносимости. Проблемы с пищеварительной системой. Наличие мочекаменной болезни или проблем с оттоком жидкости. Сахарный диабет. В арбузе содержится большое количество фруктозы и сахарозы. Арбуз при отеках отеки очень часто проявляются во время вынашивания малыша. Чаще всего возникают на трех триместре. Прежде чем употреблять продукт при отеках, необходимо выявить причину их появления. Это могут быть естественные процессы, протекающие в организме, большая нагрузка на почки, а также климатические особенности, повышенная влажность, температура. Арбуз при отеках есть разрешено, так как он поможет вывести лишнюю жидкость. Но если беременность сопровождается осложнениями, лучше исключить ягоду из рациона. Отравление арбузом при беременности признаки отравления, потери сил, понос, рвота, нарушение зрения, частое головокружение, головные боли, повышение температуры. Беременные женщины часто отравляются арбузом. В этом случае срочно вызывают скорую помощь. Если вовремя не обратиться к врачу, отравление отрицательно скажется на организме, может спровоцировать выкидыш. Необычные рецепты из арбуза для беременных. Из ягоды делают напитки, салаты, десерты и закуски. Каждый из рецептов принесет пользу беременной женщине и ее малышу. Есть два самых вкусных и освежающих напитка, которые можно быстро и легко приготовить. Молочно-арбузный коктейль этот напиток спасет в жаркий и солнечный день. По желанию можно добавить кубики льда. Ингредиенты. Молоко 250 мл. Арбуз 150 г. Сахар 2 ст. Лист. Способ приготовления. Ягоду очистить от косточек и мелко порезать. В чашу блендера добавить молоко и арбуз. Затем всыпать сахар. Взбить до пышной пены. Украсить ягодами. Подавать в охлажденном виде. Сок арбуза с мятой. Арбузный сок с мятой – любимый напиток многих людей. Он самый простой в приготовлении. Ингредиенты. Арбуз 250-300 г. Мята. Несколько веточек. Сахар 3 ст. Лист. Способ приготовления. Ягоду порезать кубиками. Положить в блендер. Добавить 1 четвертую ст. Воды. Мяту. Все тщательно взбить. Через сито убрать мякоть. Процедить сок. Поставить жидкость в холодильник на 1 час. Сахар добавить по вкусу. Перемешать. Подавать со льдом и листьями мяты. Заключение беременность – самое насыщенное и непростое время для женщины, особенно в летний сезон. В этот период хочется побаловать себя чем-то свежим и прохладным. Большинство предпочитает употреблять арбуз. В нем содержится большое количество полезных веществ. Он благотворно влияет на организм. Самое главное – перед употреблением проконсультироваться с врачом и не превышать указанную норму. Проверяем арбуз на нитраты утра на пяти о через видео он YouTube.